сказать подожди и не видно подожди маленько неожиданно пришлось прервать нам запись так давай так у нас все записывается выставляется в интернет вы не против не против вот и все а теперь я слушаю вот смотрите вчера с храма шли как раз после помазания после всего и такой вот голубеночек поймали я не знаю как вам его показать у него я вижу 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 у него он совсем плохо он под дождем сидел дрог но я вот вот выпустила его он ходит но боится же меня ну ладно ладно ну ходит ну ходит но если вам охота то повозите с ним это не беда когда какое-то животное есть при ребенке нет но только надо понимать что населили где-то на пачкой надо совсем согласиться я поставила такую коробку пойдет ему он в коробке пойдет это посетить чтобы открыто было сверху решетку чтобы светло было и дырочки внизу вот у коробки дырочки просверлить и там это ножом прорезть я вот так сделала ну да хорошо но сверху чтобы открыто было сверху решетку положите когда он там хорошо положу все но когда голубенок или кто-то попался больной то возиться не надо даже с ним он он обречен да это время потратите но если хочет она потренировать свои добродетели там полина то ну и пускай возится показала и все чтобы не было сожаления потом у меня вот как сидят рядом как я говорю пускай хоть умрет если даже умрет так в тепле в добре они там это оброшены да такой побежал сегодня у нас день-то такой вход господень в иерусалим вы наши ролики видите как у нас там готовят вербочки вчера пошли на исповедь как какой поле тоже вечером ходили сейчас вербочка тоже посвятили вчера но это вот ничего не дает как будто бы но это нам напоминает что христос ходил в иерусалим у них там пальмовые ветви ветви вайвы а у нас раньше всего вербочка начинает распускаться ну ладно что там у вас нападает кто-то все кто попала да если евангелие покажешь люди сейчас мы как раз материал такой дают там это вообще страшно ничего не знают секта 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 а сам даже до секты не дорос лишь бы только брякнуть и пошел на грех а священники потворствует разные правила пишут бог то будет спрашивать по своим правилам не по нашим вот она развелась с мужем теперь родила ребенка уже а теперь дальше начинает что как делать прелюбодейка и все отлучается на 8 на 9 лет так они не придут вот тут-то и задача попу надо чтобы ходили свечки покупали она не придет тебе какая забота от этого ты сказал правило показал никаких 40 поклонов года года она не придет не плакать не будет ну и все и запрети просто на улице пусть стоит и молится и все это должны знать объявить вот сейчас как то и кому-то начитываем на сегодняшнее число события дня потом посмотрите там они сутармина какого-то нашли валерия у него он-то остался один ребенок его там что-то не признает и он давайте 15 секунд даю я тебе начать отлучу от церкви то ли он священник все неправильно делать не тот не другой а что должен делать молиться что ты можешь сделать власть на ее стороне она каким-то боком и может и вас касаться вот он сейчас начинает просить дай то другое чтобы выпустить его из страны никогда на это не иди делай точно по закону а дальше будут говорить а ты одна я не могу ты дала согласие что ты сделала сказала я без себя покормлю десятерых детей а теперь запорхалась и не знаю что так что будь мудрый крепко держи на него я услышала вот все я на эти деньги не рассчитывала никогда а тут когда ну так оказалось что надо выезжать и попросил что надо написать отказ от алиментов ну я бы и отказалась но после утренних молитв прочитала как раз в этом кусочке что евангельские чтения и притчи апостола вы там ну дословно не помню но было написано о том что справедливости и законность богу больше милы чем жертва то есть все надо делать по закону ваши жертвы это не так на приготовь сердце к искушению испытания будут и в церкви надо научиться рассуждать пришла одна говорит церковь пришла но пошла платить за квартиру а в церкви карман вырезали вытащили деньги вот вот церковь то какая а причем на игру церковь таян затоус говорит тебя обокрал кто дьявол дьяволу деньги не нужны он ищет искусить нас а ты бы столько сказал бог дал бог и взял пусть идет как милости а то я мало подаю дьявол как обожженный отскочит он не мог тебя сбить ты спокойно молишься ты на берегу спокойствие но если ты скажешь да что это за церковь да тут они вольем да больше не пойду он как раз этого сатана и хотел он тебе еще еще раз будет обворовывать чтоб тебя держать на крючке ты сказала подала ни на шаг никуда чтобы или не выезжал или платил а не уехала там всего не возьмешь нигде государство приняло такие законы правильные а то государство не туда нет власти и глупости вы только держитесь то что есть да с молитвой она все будет по-другому не иди на это на разные уловки мужа еще ну как наживали двое ягодку калину горит а ешь одна ягоду горькую как песни поется это не годится вот так полина это смотри ролики то чтобы она жаждала приехать для нее это очень полезно другой коллектив другие дети все меняется она многое-многое получит а там она ничего этого не получит она увидит при этой жизни в бедности но как все можно поставить все интересно красиво и вызывает зависть у врагов они прям лопаются от злости у нас ничего нету все мы сыты и мало того уделяем еще и нуждающимся не просто уделяем вот у меня самая минимальная пенсия мне не давали работать поэтому а я работал три дня отдых я на велосипед инструмент куча песка лежит я подошел вам что может печку да мы ищем печника у я перед вами а мы вас не знаем да тебе зачем знать тебе печка нужно я не брать себя не буду а когда сделает увидишь как топится на полторы тонны меньше угля вот дети у меня по полу все тепло он теперь другим говорит у меня за мужика это очередь он да я тебе больше дам да то другое а другие начали под меня подделываться ходит какой-то татарин там два мужика и говорит он сам не ходит я прораб я действительно прораб был а нас там посылает и а он тогда ко мне приходит я хотел чтобы вы сами делали а сосед их нанял они у него две недели там гуляют пьют и три кирпича положат дай выпить понимаешь это нужно ничего переживем я тебе не отказываю но правило и у меня есть определенное правило чтобы я работать буду не курил никто рядом и не матерился и чтобы человека три мне помогали они печку две недели там у него колупались а я за день 2 делаю печь от фундамента с трубой 2 это 300 процентов у меня все время выработка 280 то есть один за трех мужиков по сто процентов как бог это ничего не сделает и не мое такую крепость бог дает сил за день день я терминтируем 6 пищей но правда за порог зашел запнул что упал и до утра уже не поднимался в саже я неукротимый на работе был на двух на трех работах всегда работал а почему у меня 10 детей я должен их всех прокормить а так себе установку поставил да еще и 100 рублей заработанных 9 сразу отдаю на дело божье поэтому на работе работаю мне перевозят переплетать документы кому-то тащить пилы кому-то подшить там сапоги другое то есть непрерывно все время уменьшить сон довел до двух с половиной часов это не мое это бог сделал так и поэтому что сделано сейчас они как говорится ошарашен это не может быть за 9 лет 38 только в книжном варианте и проехали фактически подарили примерно 35 миллионов при зарплате у меня пенсии 6 тысяч она была а как бог мы только за одну поездку до лиссабона на горючее истратили 444 тысячи это машина только только надо на горючее а для поездки купили машину новую 700 тысяч и все это через мои руки идет а как я не могу ответить просто подкидывает и все я прихожу занятия с университета пурга стоит коробка что там коробки может зарядное устройство то ну помолился занес а у меня слабенький компьютер новый вот монитор новый процессор совершенно с магазина по сегодняшний день не знаю кто а почему доверие богу а вы хвалитесь так еще хвалиться хвалящийся хвали с господом написание как огня бояться почему у них ничего нету покажите как вы питаетесь мы записали ролик доход уже сколько времени почти 200 тысяч человек посмотрела и из них но положительных 10 процентов остальные злобно все едите едите но на один и тоже ролик смотрит живете не нажиретесь а в городе есть нечего а я утром показал нас 15 блюд как раз праздник был и сестры принесли только на халяву на халяву они на халяву я не могу я не отвечаю у нее не принято а то что мы все работаем куда бы ни прозвать не позвали меня в духовном плане до этого в тысячу раз дороже того что павел говорит великое ли дело если вы накормили меня когда я вам о христе рассказал привел вас а володя никита не работают и людям этим помогают а люди ты не знают он судит ну как с кондачка надо все принимать это условно слава тебе господи у них нет они голодные поэтому ворчат холодильники пустые а у нас все есть у нас помидоры плохо вы родились а у лены хорошо она пришла я собрала помидоры остались вы возьмете ванны большие ванны там упасться можно мы две ванны их насобирали там а потом привезли и всем тут раздавали вот мы наберем картошки один год мы лагерное накопали 1400 ведер мы всех узнаем криком кричим кому кому еще осталось в обслуги были девочки девушки и они я говорю здесь рядом принимают продать хоть какое-то платье там купите себе у нас люди подвижники добровольцы волонтеры а эти-то завидуют согнулись у них ничего нету а мы в полный рост идем вот сегодня интересно ролик уже я выставил посмотрите вчера звонят двое казах из-за казахстана казахи я видела сегодня они к нам придут сюда первое здесь а к ним кто придет так у нас есть чем угостить показать какой порядок как одеты платки а у них это любят у мусульман они хранят женщину это не наша шпана один раз встретились а мальчик любит кошек и голубей у меня кошки голуби а у врагов то них ничего нет а голуби у злого человека не водятся запомните ты можешь держать страусов это ничего не говорит одни только голуби говорят что ты не злой человек а у меня три голубят не 4 у них все вместе взятые ни у кого нет ничего я могу только сожалеть и каждый день молиться господи прости им по жестокосердие жестокосердие все горит съели подметки грызут вот так что ты свою перевод то имя не знаешь как переводится морская морская вот для тебя ширь морская как песнопение поется ширь морская я люблю тебя жизнь я люблю тебя снова и знаешь песня то нет ну как вот уж окна зажглись я шагаю с работы устала я люблю тебя жизнь другое ты стала и дальше говорит о том вот уж окна за жизнь так а потом о себе говорит будет и так юность вокзалы причалы юность потом все опять повторится сначала ах как годы летят мы грустим седину замечая жизнь ты помнишь солдат что погибли тебя защищая так легко и и вершись трубных звуках весеннего гимна я люблю тебя жизнь и надеюсь что это взаимно кажется роберт рождественский написал и вот просто я на сходу припомнил и даже припомнил ну как это говорят организм человека до одной молекулы обновляется за 7 лет полностью и кости все другое а 7 лет 7 повторяю у меня 50 лет назад даже 60 в армии я когда служил и прочитал в газете и попали стихи я прочитал и забыл и вдруг разговор возник я только молюсь и сразу стихи как лентой поплыли передо мной я их считаю без без ошибки у меня вот за это время организм 7 раз обновился а где было значит бессмертная душа не тело не мозги хранили это вот так давай что там у вас еще с работы же уволилась я вам писала не танцуем ты никогда не торгуйся только жизнь у нас сестра одна приняла крещение валентина хапилина из казахстана ну и стала в платке под булавочку как положено по форме то она счастлива там ее она кажется бухгалтерии это работал володят он ушел вот и она кричи делать работа выгоняет что платок сняла я говорю ты тысячу в уме или нет никогда платка нет значит человек не молится женщина постыжает голову свою ну видишь на мне внук там дочь это такое валя упрись никогда но она уволили или она ушла не знаю а устроилась еще лучше и больше зарплата и и видишь она такая пригласили в детский сад где-то у нее все пошло по-другому то или наоборот то мне было там где-то здесь и перешла на другую работу и пишет звонит радостная такая ну вот видишь как а ты да когда тебе думать не надо тебе надо поступить правильно а как будет это не твоя забота бог берет за это это его забота раз он сказал я должен выполнить господи а последствия будет какие а в этом не написано нигде я сказал значит я беру на себя ответственность вот так надо научиться категориями священного писания мыслить а вот сына наказывай не жалею розги а он в венале юстицию обратиться до его заберут тебе думать не надо об этом ты должен драть его а остальное на меня посадят трясешься какой-то христианин написано вот представь чужого ребенка тронуть это знаю еще как а я начальник лагеря и у меня в уставе написано физическое наказание он приезжает материться семилетний семь лет первый раз приехали выставил их семь лет ребенку а у вас материться можно я тебе вот крапиву показываю по губам а родители расписываются согласны а другой приедет конопля растет он схватил все через месяц родители узнать его не могут приезжать я водеру по-настоящему сеткой ручками или крапивой там чего только не было приезжали три уголовных дела воздвигли все прошло мимо ничего нету воздвиг бог защиту прокурор края а мы знакомы близко он все погасил и а дети то растут и вспоминают ой как хорошо иначе бы я уже не отстал от греха он уже не мог он матерился вот все на место ты доверься богу не трясись участь боязвилых в озере огненном написано ты меня хорошо слышишь хорошо слышу вот я тебе говорю вот когда у вас бывает не там компьютера ну как с телефона говорят то лицо бывает искаженное не знаю что делать там могут мне переделать я уже выставляю поэтому на это не глядите вчера вот они зашли но у меня автозапись идет вот в автозаписи меняет но там хороший голос а вот это я сейчас одновременно записываю вот у меня с собой аппарат вот он стоит это контрольная но здесь запись хуже голос но здесь уже точно хоть на чем-то не искажает а тот искажает поэтому я предупреждаю не смотреть на это лицо твои осталось то же самое это аппаратура искажает никогда не смотри ни на что доверяйся всегда быть веселой не смейся вот так вот хохотать это нехорошо ты горит рот раздеваешь хохочешь златоузга то не думаешь что демон вскочит в рот вот и проще написано не счастливый смехи показывает зубы а праведник кротко улыбнется улыбнуться это можно а вот ха 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 гогочит это не годится потому что написано горе смеющимся ныне и далее как радуйтесь веселитесь плачьте и рыдайте о бедствиях находящих на вас слезы блажены плащащие бы они утешатся прямо заповеди а горе смеющимся ныне надо на все знать какое и сразу себя я не могу как-то вот у меня знакомые были он говорит сам говорит я пошел туда ги 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 а потом встретил ги 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 я уже знаю безбожник это у него во рту сидит демон и ни одного такого рядом нету нету они были все ушли все врагами сделались почему а он водимый духом злым какой смех может быть когда мы находимся в юдоле печали и горя на полигоне смерти я вот вам посылал там где сколько умирает статистика страшно мы говорим а там цифра уменьшается сколько самоубийц сколько убитых ты понимаешь кемер вот какое горе случилось ты поскорби мы помолись об этих родителях а может и дети были верующие родители толкнули их туда а можно и знал какие они будут недобрые мы не знаем почему случилась эта трагедия моя задача молиться и благодарить бога что я не попал мои дети туда не попали от себя ни на шаг не отпускай девочку нигде чтобы не к кому не заходила из школы идет одна мать пришла вот она музыку любит а там попросил там парень тоже музыкант пришел и изнасиловали сразу в этот же день а теперь вся жизнь что делать она на себя руки наложу теперь хочу хоть ноги накладывай зачем ты заходила я же тебе говорил не заходи он музыка занимается но теперь играй пляши музыка занимается почему мусульмане этого не делают они берегут мусульмане для нас пример недосягаемый по чистоте я не видел ни разу чтобы мусульманская девочка девочка шла одна а наши в киргизии жили они стайкой как воробушки раз через дорогу и уже на другой стороне и там задувал этот в дверь и восклицать стена вот как они заботятся я читал в афганистане а они девушка уже на выданье ей надо к зубному врачу и сопровождают ее брат и отец двое сразу предупреждают касаешься только рта закрой его так вот вот ниже рукой чтобы не опускал врач и двое сидят за кинжал и держатся рядом врач трясет с чистыми руками и лещит ее вот как они заботятся попробуй тронь а перед свадьбой и проверит гинеколог не дай бог она не девушка в этот же день они лишат жизни а у нас и в седьмом классе уже не найдешь она шкура на вторую букву алфавита называется вот так береги себя теперь уже еще было там не поверь нельзя исправить а почему ты вышла за него замуж на мало еще было я была неверующая не отчаивайся было было жизнь одна научить радоваться апостол павел говорит филиппийцам радуйтесь и еще раз говорю радуйтесь 11 раз повторяет радуюсь на самом-то он где одной рукой прикованный к стене плесень в тюрьме сидит а другой рукой пишет радуйтесь вот как надо жить ну ладно у вас сколько сейчас время там 2 19 вот видишь пришла так но у нас у нас сейчас что это 6 19 я что-то ориентировалась думала вас по московскому время и мы говорим я скидываю когда по московскому это алтайский край нас красноярском сейчас объединили одинаковый часовой пояс а сегодня будет занятие да что будет занятие занятия будут ну в свое время по московски это видимо в два часа по-нашему в шеи два ну и зайдете смотри сиди слушай лишний раз не выскакивай и отключая сразу микрофон чтобы не мешать вот там все написано батюшка приехал служба у нас вчера утром было там причастие вечером служба сегодня воскресенье опять причастники видите как все какой порядок вот такой порядок и быть православными что все по-русски было такие занятия идут а только по скайпу три занятия да еще одно воскресенье а до этого у нас по двух часовой два часа каждое занятие в университете 18 лет только в одном университете два раза в неделю восемнадцать лет а я в пяти институтах одновременно вел занятия это господь делает так десятки школ это все одновременно на фабриках на заводах во всех отделах милиции в воинских частях во всех это бог делает так а эти-то за мной гоняются а кто такой лапки на всякие глупости а мне некогда смотреть они приходят в школу был у вас они говорят был а где-то вон туда пошел приходит был был они не успевают нигде а почему потому что там бога нет это злодеи вот они узнали вы со мной они обязательно на вас будут выходить и всякую мерзость лить на меня а ты не глотай эту блевотину закрой выкинь ее в яму сразу же у них ничего нету кроме безбожия они под прикидываются верующими они не в церкви бродят как собаки шатохи шатохи это непривязные собаки злобятся все время а я бы за ними гонялся да когда бы гонялся у меня сегодня только 18 роликов выставлено за один день там и библии златоусты а у них ничего нету ни крошки я могу только скорбеть ничего нету вчера шина за вчерашний день только я 4 ролика выставил за вчерашний конкретный день ко мне со всех сторон материалы до то люди приходят то звонят и вот свой ролик потом посмотришь полинушке покажешь скажу вот мы разговаривали у нее вопросы есть может какие давай сюда полина спит 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 ну ладно вот у нас так зовут полина полина крестить полинаре полинаре да полинаре на крещене поле ксения у нас ксения поле ксения поэтому ну надо в оригинал смотреть вот нам сегодня приходят вот она начинает суртархан как-то это я сразу посмотрел что такое сей луч света луч света нурсултан вот по-казахски я сразу посмотрел в википедии я теперь знаю что это такое а как у нас по по нашему это женское имя фатина фатина означает светлана фатина это та женщина которая встретилась у колодца с христом разговаривала самарянка ее биография скрыта но в житиях святых она есть у нее был сын виктор военной и дальше она у колодца была и считает и в колодце утопили она была благовестница жития святых насколько неверно мы ручаться не можем но однако так написано а нам зачем воевать полторы тысячи две тысячи лет люди принимали так ну не принимай но не воюй против а то начинает умничать я никому не молюсь одному богу а куда делись святые умер смертью все закрылось никак они живы у бога они знают что на земле делается а где это известно ну где известно в откровении 6 глава 9 стих они говорят господи доколе ты не всишь за кровь нашу они знают что палачи живут пенсию получают а господь говорит успокойтесь на малое время и дал им белый одежду то есть они живые а не то что умер человек как собака и души нету душа написано душа под жертвенником под знамением любви божией под крестом видите все это дается ответ вот сейчас недовольны властью там везде это там путин вот и где еще не было путин вам будет это сатана вас запутал а не путин мы все вспоминаем вот нас в семье было 10 детей у отца с матерью отец без руки вот так под плечо на фронте потерял руку и мы никогда не слышали чтобы отец роптал на власть или мать всегда как-то весело у нас было и все время работали как мураши ну 10 ребятишек никогда голодные не были пять братьев пять сестер нам не надо было искать с кем поиграть а у нас возле дома своя площадка к нам приходили поэтому родители это заложили вот берем малину а отец пасет там коров мать там тох доит коров а мы уже знали ни ягодки нельзя никуда мы садимся за стол и группы разделяем через дорогу наша бабушка живет это бабушки это тятя пригонят а это мама придет а это вот они так что себе в рот как эгоисты у нас не приучены к этому были вот так это жизнь а сегодня как я у бабушки один я у дедушки один и поэтому он мотается он не знает куда ему надо ближе быть к верующим рядом верующие а у нас это как одна семья дети мы разницы не делаем мой он чужой мы все дети одного отца небесного на вас больше всего кто наседает то верующие на меня сильно то не насядешь а еще не смотри не смойте так вот так что беззвучно улыбнись это тоже трудиться надо ты видел как у нас меня всю жизнь учили в профессии улыбаться открытая улыбка на сцене американцы они лгуны американцы вот эти небоскребы торгового центра и оттуда звонит жена а у них все хорошо все будет хорошо уже рушится падает он все будет хорошо последний раз голос ее слышит все будет хорошо и везде они это откуда ты взял горе живущим на земле ибо к вам сошел дьявол великой ярости какое хорошо хорошо где Христос мне как то говорят а много ли верующих то где то я говорю а вы как считаете до смерти ты душу признаешь нет я говорю до кого у него душа вот у вас умер человек в ад ушел неверующий он не имеет жизни а у нас все живы Серафим Соромский Иоанн Кронштадтский Иоанн Златоуст считай сколько наши у нас все живые кто умирает а у вас ни одного нет живого да кого больше то ну больше там где Бог лучше один соблюдающий заповеди чем десять тысяч нарушающих десять тысяч и они ничего не стоят у одной матери тут семь сыновей знают и все сидят в тюрьмах они банду составили ну и какая матери радость а у другой он один и он и холит и обихаживает и помогает мне на днях звонят и что то там не знаю родственники а вот ты когда закончил ну в техниуме то ничего нету стипендия отцу же помогал мы помним деньги я говорю ну каждый месяц отсылал а им всем надо они даже не знают он оперился маленько не знаю то я до армии после армии вернулся там женатый не женатый я каждый месяц все посылаю родителям а там маленькие еще подрастают я вам говорил что на 20 лет моложе меня сестренка да и сколько как я не могу сейчас сказать ну помню каждый месяц ну не 2 рубля работал на корабле как на берег сошел я сразу посылаю и все это осталось в памяти ну какая моя заслуга я рожденный ими они меня выкормили дня то есть месяца я ни одного не помню чтобы я не отослал деньги вот в армии когда берут ну меня взяли в морфлот сразу а старую одежду можешь ты куда то девать или ее выбросят я никуда достал от старой простыни сделал посылку и отослал домой почему у меня меньше растут из армии а там бесплатно без денег я должен как то вошло так я не могу не видеть что вокруг меня делается никак я должен видеть это и тогда это делает тебя человеком а это какое человек интересно перевод щело лоб направлены в вечность то есть думы для вечности как у нас деньги златоуст говорит и название то у них чтобы они на один день у тебя были а ты не копил их запас то должен быть но не для того чтобы только теперь я разбогатею у меня богатая будет там дача богатая машина это скользнет и не увидишь как вопрос вопрос есть крещение хотелось давай готовьтесь готовьтесь и как раз если приедете господь все усмотрит вы заходите смотрите ролики считайте такие материалы заходите я вам скину какие вопросы на крещение основные я все это скину такого благоприятного момента у вас может больше не быть обстановка мировая ненадежная такая прям дымится со всех сторон а дальше бог усмотрит вот у нас я говорю знакомые как-то связались бы с ним с кем ну и которые там есть вы в каком Сергей Игнатов в какой в каком городе живете то Чернигов ну вот у вас недалеко Донбасс то ну да вы говорили Сергей Игнатов да а так мы с ним связались а вот как он думает ехать и поэтому надо чтобы он отпуск взял в это время он сказал в конце мая он сказал в конце мая будет ехать ну маленько можете отложить от нас поедете никак не позже августа пройдете я да я на все лето хочу ну все так ну тогда можно с ним и прилепиться приедете там мы наши ребята уже будут там на конец мая да так если ничего нет я отхожу мне готовится быстренько спросить по поводу причастия причащаться или уходить как оглашенные никак раз крещению готовить какое причастие никак вы оглашенные стойте там оглашенные изъедите старайтесь выходить ни на кого не смотрите да выходите а потом опять когда скажут с миром изъедем можно в это время зайти там какая колонна за нее зайти если некуда выходить холодно вот то есть надо благоразумно поступить а на это не надо смотреть они испортили все а это второе крещение да у меня первого не было крещение означает погружение вы меня погружали нет на какое крещение чего ты дуришь то поп никогда этого не было чтобы капли воды где-то благодать да какой благодать когда ты канона нарушаешь до 30 лет рукоположенный гордишься благодатью ты соблюдай каноны к чему бог призвал за то что он не покрестил три погружения он извержен он уже никто 50 апостольское правило я называю пираты захватили корабль я хотела спросить а те которые умерли мы за них же молимся потому что молимся дальше думать не надо надо молиться и все нам не надо за это проникать делай свое дело у нас были на занятиях будет они валентина с артисон вы увидите они приезжали тут сестра ее принимали крещение здесь а там еще священник ополчился против них потом все замирилось и она опять в храме работает там помогает и считает не надо смотреть на сегодняшнее ты богу доверился а он тебя там ну он отвечает за себя я за себя ну вы говорили а я понял один человек говорит я отвечаю за свои слова а не за то как ты понял ты мог меня переспросить хотя этот человек во мне не вызывает никакого уважения кто сказал это сказал министр пропаганды Гитлера Геббельс это Ницше Ницше вернее это его духовно-идейный воспитатель но он сказал хорошо и правильно все да спасибо Христос сохранилось Господь крестись правильно за столом не наклоняйся никогда как у нас за край стола все очень правильно тогда вы приедете вам тут легко будет вы у нас смотрите перенимайте все молча хорошо слава Божия храни вас Господь ждите ждите не забудьте подписывайтесь на мой канал